Здравствуйте, друзья! Вас приветствует Каковинка. Мы продолжаем читать произведения Евгения Степановича Каковина, отмечающие в этом году юбилеи. Сегодня вы услышите повесть «Гарнизон маленькой крепости», вышедшую отдельной книгой в 1942 году. Евгению Степановичу было 28 лет, когда началась Великая Отечественная война. Он уже был известен и как писатель, и как журналист, активно печатался в газетах и журналах. Как и многие литераторы, Каковин в годы войны стал военным корреспондентом, сотрудником газеты Карельского фронта «Патриот Родины». В этой фронтовой газете заметки, фильетоны и рассказы Евгения Каковина печатались регулярно. Он писал и о героизме советских солдат, и об армейских буднях, описывал солдатский ратный труд и короткие часы досуга. Именно тогда в военные годы и появляется небольшая повесть «Гарнизон маленькой крепости» о стойкой защите ДОТа группой солдат. Пулеметное отделение сержанта Усова, занявшего ДОТ на подступах к городу, попадает в кольцо врага. Отбито несколько атак немцев. Бойцы не падают духом. Их индивидуальность автор подчеркивает несколькими штрихами. Синицын любит вспоминать изречение полководцы. Сержант Усов может с закрытыми глазами собрать и разобрать пулемет. О гарнизоне маленькой крепости говорится как о спаянном боевом коллективе. Каковин посвятил повесть памяти друга Николая Смиренникова, смертью храбрых погибшего в боях с немецкими оккупантами. В узкую щель амбразура виднелся кусочек полыхающего за львом далекого неба. Стемнело. И вместе с темнотой на землю навалилась тяжелая необыкновенная тишина. После 16 часов непрерывной канонады не верилось, что в мире может быть так тихо. Три дня шли бои на подступах к городу. На четвертые сутки в полдень немцы потянули свежие силы. Их нажим перекатывался с одного участка на другой. Фашисты боем нащупывали слабые места обороны. Но прорваться к городу немцам не удалось. Лишь в двух местах они потеснили передовую линию защитников города. Близи от перекрестка шоссе и железной дороги не доилась поспешного устроенного укрепления. Долговременная огневая точка. Укрытая в земле, искусно замаскированная, она ничем не отличалась от естественных холмиков, едва возвышавшихся среди кустарников. Впереди раскинулось поле и дальше начинался искорослый лиственный лес. Прошло несколько дней, как пулеметное отделение сержанта Усова получило приказ занять ДОТ и вместе с другими гарнизонами укреплений защищать подступы к городу. Последние орудейные выстрелы прогремели полчаса назад. Потом еще долго и назойливо выстукивало очереди пулемет. Он был установлен где-то в стороне, почти на одной линии взлета. Как и обычно, с наступлением темноты на немецкой стороне затихло. Видимо, немцы перегруппировали силой и отдыхали, чтобы с первыми проблесками утра снова ринуться вперед. «Боятся ночи, как черт ладан», — сказал сержант, присаживаясь от полемота. «Не привыкли», — усмехнулся Калита. «Ночью можно заблудиться». «Это тактика», — заметил Петя Синицын. Калита махнул рукой. «Барская тактика, тактика трусости». Отблески зарево-тузку играли на стене и мучили глаза. Запах пороха нагонял дремоту. После долгого напряжения чувствовалась усталость. «Ну что ж, отдыхать так отдыхать», — сказал сержант. «Товарищ Сибирко, вызывайте». Полудремавшего телефонного аппарата Сибирко поднял голову и сразу заговорил монотонным усталым голосом. «Казань, Казань, я Ростов, я Ростов, Казань. Куда она запропастилась? Казань, я Ростов». Сибирко попросительно взглянул на сержанта. «Вызывайте», — подтвердил приказание Усов. «Казань, я Ростов, куда-куда ты удалилась?» «Сибирко, перестаньте, вызывайте по форме». Сержант чувствовал, что-то случилось. Он был обеспокоен, но не показывал своей тревоги. «Казань, я Ростов», — надрывался Сибирко. «Отвечай, Казань, отвечаете?» «Ну вот, правильно. Спать нельзя, нехорошо». «Что? Мы сами спим?» «Да под такую музыку, пожалуй, уснешь». «Почему музыку? К черту!» «Конечно, разница между пигалетой и пушечной пальбой. Вызовите к телефону 73», — перебил телефонистый сержант. «К телефону 73. У телефона? Товарищ сержант, 73 у телефона». Усов взял трубку, а Сибирко встал, потянулся и зевнул. «Говорит комендант Дота Усов», — рапортовал сержант, «никаких изменений не произошло. Разрушений нет. Состояние всего гарнизона отличное. Все в порядке. Противник пытался подрывать мины, но не был допущен». Сержант замолчал, наклонился над аппаратом, прикрывая рукой микрофон. Он слушал долго и сосредоточенно. От бойцов не ускользнуло взволнованное выражение на секунду, появившееся на его лице. Он слушал и отвечал на вопросы. «Боеприпасов хватит надолго. Продовольствия недостаточно. Сегодня ночью нам должны были подвезти. Есть, экономить. Да-да, слушаю, понятно. Есть, держаться. Сообщить гарнизону? Есть, сообщить». Сержант положил трубку и подвернулся к бойцам. Он стоял, сжав губы, выпрямившийся, серьезный, чуть побледневший. Пробившиеся редкие щетинки поблескивали на подбородке. Они старели сержанта, совсем еще молодого человека. Он приподнял каску и сказал, «Разбудите Анисимова и Горяева». Было тихо в этом маленьком полуподземном помещении. Голос коменданта звучал плохо, необыкновенно. Все понимали, что-то случилось. Через минуту комендант объявил своему маленькому гарнизону. Батальон отошел на новые позиции. Соседнее укрепление разрушено. Наш дот окружен. Капитан Игнатов передал приказание командования держаться. «Приказываю драться до конца, патроны экономить. Анисимов, Горяев и Синицын ко мне, остальные спать». Ночь, как и вечер, проходила тихо, но она вся была наполнена острой и ощутимой пронзительной тревогой. В амбразурах все еще зловеще волновалась зарема далеких пожаров. Комендант Дота, низко склонив голову, сидел у телефона. Казалось, он спал. Но не до сна было молодому командиру. Он думал о том, как выполнить приказ командующего. Как только наступит утро, немцы начнут бургировку. Выдержит ли Дот эта маленькая крепость осаду зеленого врага. В составе гарнизона, в котором командовал Усов, 12 человек. Он всех их давно и превосходно знал бойцов своего отделения. Лишь два бойца-сапера и красноармеец альянсов были приданы в тот день, когда отделение Усова заняло оборону Дота. Еще до войны начал командовать сержант Усов отделением пулеметчиков. Вначале новый командир не понравился бойцам. У него был беспокойный характер и необычайная страсть к армейским уставам. Вроде шутили, говорили, что Усов может узнать из уставов все. Вплоть до того, как варить картошку и какую девушку выбрать для танца. Умывало по малу, бойцы привыкли к новому командиру и вскоре полюбили его. Сержант Усов с закрытыми глазами мог собрать пулемет, а при стрельбе восьмью пулями поражал все восемь мишеней. На турнике он крутил солнышко, вызывая восхищение лучших гимнастов полка. Когда Усов вел свое отделение, можно было подумать, что он подает команду целому батальону. Он учил своих бойцов трудному и почетному делу воевать за Родину, учил их искусству побеждать. Иногда это требовало огромных усилий, настойчивости и терпения. Противника не было, а нужно было ползти на животе по-пластунски, рыть окопы, долгие часы в холод и в дождь проводить под открытым небом. Рядовой Синицын скучал. Разрывая на узлую землю для учебного окопа, он мечтал о баталиях и парадах. Любое сражение ему представлялось по книгам красивым и захватывающим. Пушечная пальба, развивающиеся знамена, победный гром оркестров, богатые трофеи. Такой была военная жизнь в пылком воображении щитовода Петти Синицына. В отделении Синицына прозвали военным теоретиком. Он любил при каждом удобном случае вспомнить какое-нибудь сражение или изречение знаменитого полководца. На занятиях нередко можно было услышать замечания сержанта Усова. Синицын, кто вам в бою прицел будет устанавливать? Александр Македонский поставил. Отвечал за Синицына веселая сибирка. Если Синицын увлекался военной жизнью, то Яша Иршов, маленький и подвижный боец, мало походил на военного человека. Он часто забывался и путал уставные положения и воинские термины. Ствол у винтовки он называл дулом, спусковой крючок – собачкой, подсумок – патронташем. Иршов долго не мог уяснить разницу между часовым и караульным, между начальником и комендантом гарнизона. В армии не говорят, начали стрельбу, терпеливо получал командир отделения Иршова. Нужно говорить, открыли огонь. Иршов сам огорчался своим маленьким неудачам, но он отличался каким-то особым упорством, с которым и продолжал учебу. На своего помощника, эфрейтора Семёна Любова, командир отделения мог положиться в любом деле. Потому как сержант на время покидал отделение, он всегда был спокоен. За меня остаётся эфрейтор Любов. Командир знал, что смышлёный предприимчивый эфрейтор будет отлично командовать отделением. Сержант Дусов знал их всех. Знал, чем они живут и чем интересуются. Ему хорошо были известны и понятны флебоптичность и задумчивость красноармейца Горяева, весёлость и лёгкость, сибирка, трудолюбие и исполнительность Анисимова. Он жил вместе с ними, водил их в походы, рассказывал, объяснял, требовал. И вот война. Она ещё крепче сплотила отделение. Бойцы теперь особенно хорошо поняли, что не напрасно они рыли ячейки, ползали по сырой земле, учились стрелять, маскироваться. Теперь им казалось, что сержант Усов научит их ещё большему. Люди спали. Они чувствовали смыкающиеся к концу опасности, но 16 часов напряжения оттеснили волнение. Нужно было спать. Впереди стонала под вражеским каблуком советская земля. Сзади накипала гневом и собирала силы всю та же земля. Шли товарные поезда и воинские эшелоны. Нестерпимым жаром дышали и стали плавильные печи. С конвейера сходили новые боевые машины. Народ поднимался защищать свою богатую, им добытую, заработанную, завоёванную счастьем. Как и обычно, она была удивительно короткой для спящих и необычайно длинной для бодрствующих эта ночь. Горяевы минуты казались звучащими и осязаемыми. Так они были медлительны и однообразны. Горяев хотел представить, что творится вокруг, за стенами. Но он лишь знал, что ночью пошёл снег. Это было хорошо. Снег скроет на траве и кустарниках следы пороха, дыма, копоти. Издали тот будет совершенно незаметен. Зато Горяев легко представил то, что делается за сотни километров в его родном городе. Утро начинается в большой комнате в области диктора. Мать проснулась, встаёт, чтобы включить электрочайник. Сестрёнка Юля тоже проснулась, но не открывает глаз. Она говорит, что очень приятно спать под командой и музыку для физзарядки. Репродуктор потрескивает, инструктор предлагает расправить плечи и приготовиться к маршу. Горяев служил в армии, но редко думал о войне. Она оказалась ему далёкой. Он был уверен, что война будет не завтра и не через год. Иногда в свободную минуту молодой художник Горяев делал в тетради зарисовки. Он готовился после службы написать большое полотно. Первый день войны был тяжёлым, как и первые выстрелы. Как первые снаряды, посвистевшие над головой. И Горяев понял, так должно было случиться. Он не был смельчаком, но сейчас в нём поднималось чувство боли и мщения. Неужели вся жизнь должна нарушиться? Тогда ему нельзя будет заниматься любимым делом. Лёля не должна учиться. Фашистские бомбардировщики сожгут город, тот дом, где живёт мать. Значит, нужно воевать, бить и бить подлого врага. Заканчивалась безболтная ночь. Вот к аппарату протянул руку сержант Усов. Он сделал это спокойно, без рывка. Значит, сержант не спал. Усов действительно бодрствовал всю ночь. Он приложил трубку к уху. «Товарищ сержант», — слушал он, — говорит военный инженер Ольховец, «нужен ли вам инструктаж на консультации?» «Нет, не всё ясно», — ответил Усов. «Один вопрос. Выдержит ли перекрытие снаряда среднего калибра?» «Этого бояться не следует», — заметил инженер. «Не подпускайте к ДОТу немцев с зарядами. Артиллерийская стрельба по ДОТам малоэффективна. А в случае попадания выдержит. Я строю, и за материал я ручаюсь». Последовало молчание. Потом в трубке вновь послышался голос. «А как люди вашего гарнизона?» «Я знаю их, я за них тоже ручаюсь», — ответил комендант. Оказалось, что немцы не знали о существовании ДОТа. Вчерашняя яростная стрельба в разгаре боя всё же выдала защитников маленького укрепления. Рано утром были замечены первые небольшие группы противника. «Фрицы появились», — шепнул Сибирка. «А ну-ка, Синицын, угости их». «Огонь не открывать», — запретил Усов. «Это разведчики». Между тем Синицыну очень хотелось нажать на спусковой рычаг куренёта. «А может быть, они нас совсем не заметят?» — проговорил Альянсов. Его голос дрожал. Сержант Усов бросил мимолетный взгляд на Альянсова. В этом взгляде сверкнул укор. Комендант почувствовал в словах Альянсовый страх. Он сжал зубы, поморщился. Впереди грохнули одиночные орудийные выстрелы. Фашисты начинали артиллерийскую подготовку. Их батарея была скрыта в лесу, где-то далеко, слева от тута. Весь гарнизон был на своих местах. У пулемётов и перископа, у двери и у наблюдательных щелей. Проходили минуты тяжёлого напряжения. Там, в кустарниках и в лесу, скрываются враги. Они рвутся вперёд, чтобы овладеть городом, чтобы начать расправу над мирным населением и поджечь дома. «Ну, идите, идите!» – тихо говорил нефрейтор Любов. «Чего жмётесь в лесу? Идите!» Двух полголоса сквозь зубы прописли злое крепкое слово. И словно по его вызову опушка леса вдруг оживилась. Цепи немецких солдат вины беспокоил. Нагнувшись, солдаты бежали густо, надеясь одним броском пересечь открытую местность. «Приготовиться!» – скомандовал комендант. Несколько пулемётов отчаянно стрекотали на правом фланге, поддерживая передвижение солдат. Но сзади дота, в стороне города, затянилась тишина. Колючая проволока, окружающая дот, была искусно скрыта в кустарниках. Густая цепь немцев надвигалась на укрепление, не подозревая о нём. Солдаты бежали молча и не стреляли. Они были уже на расстоянии прицельного дноточного выстрела. Комендант всё выжидал, но словно окаменел. Потом вдруг оторвался от щели, взмахнул кулаком и крикнул сильно и резко. «Огонь!» В ту же секунду вздрогнули на столбах пулемёты и забились оглушительно тяжёлой дробью. Это было совсем неожиданно для немцев. Их бег мгновенно прекратился. Они падали вперёд на землю ничком, и невозможно было определить, кто падал от пуль, а кто от страха. Через 2-3 секунды гитлеровцы снова выросли над полем. Такие же скрученные они бежали, но уже не к доту, а назад. А пулемёты всё били и били. Пулемётные ленты, дрожа и прыгая, гнали и гнали приёмники-патроны. И люди, образуя щелей, словно сросли со своим оружием. У пулемётов работали Любов и Синицын, Анисимов, Горяев и Сибирка стреляли из золотовок. «Стой!» – скомандовал Усов. Всё сразу умолкло. Комендант откинул головы, обтёрл лоб и снова плюнул к щели. За несколько напряжённых минут боя солдаты в первый раз клянули друг на друга. Все молчали, ожидая слов командира. «Хорошо», – сказал Усов. «Добро», – повторил Любов. Эти слова подействовали ободряюще и успокоительно. Сразу всё произошедшее показалось обычным и легко понимаемым. «Приготовиться!» – гарнизон ожидал новой атаки. Но немцы, скрывшись в лесу, больше не показывались. Рассветало. Свежий утренний ветер разогнал облака, и осеннее скупое солнце заглянуло в щель с восточной стороны. Серый дым низко слался над полем. А если вы захотите узнать, чем закончилась эта история, приглашаем вас в нашу библиотеку. Субтитры создавал DimaTorzok